Если тебе от 14 до 20 лет, ты просто обязан посмотреть это видео, чтобы не совершать ошибок, которые совершал я, и быстрее прийти к своей цели. Я бы очень хотел в возрасте 14-15 лет попасть на такое видео, оно бы меня сильно поменяло, и я уверен, что это дало бы мне сильный скачок на моем пути. Но я сформировал свое мнение такое к 18 годам, почти к 19, и все равно я очень рад, что в таком юном возрасте есть люди, которые интересуются этой информацией, которые будут ей пользоваться, и я уверен, что она действительно будет вам полезна, это 100%. Сегодняшний топ я составил исключительно по своему мнению, мы пойдем от менее значимых пунктов до самых значимых пунктов, по моему мнению. Но опять-таки, я советую посмотреть полное видео, чтобы уловить мысль и уловить эту нить, которую я пытаюсь вам донести. Еще маленькая пометка, я не буду в этом видео говорить про такие вещи, как не кури, не пей, потому что, во-первых, я так не считаю, потому что это нормы, и в принципе это не делает тебе плохо, если это не какая-то излишность. Во-вторых, это слишком заезжено, мы будем говорить про более глубокие темы и про более моральные темы, которые помогут вам действительно сильно устануться в жизни. Условно, отказ от курения даст вам исключительно физическое преимущество и какое-то физическое большее здоровье. Сегодня же мы поговорим про действительно важные ментальные и духовные ценности, про духовные моменты, которые сильно вас продвинут. Мы начинаем. Итак, топ-5 самых главных советов подросткам. Первое. Люди цикличны. Люди всегда будут меняться в вашей жизни. Начиная от того, как вы пошли в садик, там у вас были друзья, после чего они поменялись, вы начали общаться в школе с более сильными друзьями, да, потому что там больше времени проводили вместе. После школы пошли в универ, там тоже какие-то трудности, вы объединяетесь с людьми. И так на протяжении всей жизни. Суть в чем? Суть в том, чтобы ценить друзей, но не привязываться. Это очень важно, потому что если вы будете привязываться абсолютно к каждому своему другу, то вы будете очень страдать на своем жизненном пути. Опять-таки повторюсь, что люди цикличны. Люди постоянно меняются, приходят новые, уходят старые и вы считаете, что вот это реально мой настоящий лучший друг. Друзья, возможно это так, но опять-таки не делайте себе больно, не ведитесь на эту уловку, не нужно привязывать себя к человеку. Цените человека, любите его, считайте его родным, но не привязывайтесь. Привязываться это очень вообще достаточно животное чувство, когда ты привязываешься к своему хозяину или привязываешься опять-таки к своему другу, ты просто не можешь без него. Вы личность, вы человек, вы единица. Вы должны действовать в одиночку и вы должны чувствовать, что вы ни от кого не зависите. Если вы будете привязаны к своему другу, вы будете зависеть от своего друга. А если друг пойдет долбить Крэг, вы пойдете с ним? Тупой пример, но вы уяснили. Второй пункт. Не бойся пробовать, бойся не пробовать. И к этому базису в жизни я пришел достаточно недавно, когда понял, что все, что я не попробовал, об этом я жалею. То, что я попробовал и не получилось, я об этом не жалею. Это очень важно. Первое. Почему это стоит делать? Потому что, когда вы пробуете, вы нарабатываете опыт банально, да, и потом в последующих каких-то сферах, да, куда вы захотите зайти, у вас уже на своем бэкграунд-опыте вероятность того, что получится гораздо выше, да. Ну, то есть вы накапливаете свой опыт. Понятно, что человек с опытом гораздо более ценный и просто вероятность на рост у него выше. Дальше. Почему это хорошо? Потому что, определенно, я, допустим, пример, да, в детстве меня хотели отдать музыкальную школу, я не захотел. Ну, то есть я просто, я забоялся. Не то, что не захотел, я забоялся. Сейчас я жалею. Жалею, я бы очень хотел играть на скрипке. И я привожу примеры в музыке, да, но просто проводить параллельно жизнь, да, то, что вы не попробовали, вы об этом будете жалеть. Если это действительно то, что вы хотели. Если же вы попробовали и у вас не получилось, ничего страшного. И для себя знаете, что я попробовал, я молодец, у меня есть опыт. Это самое главное. Третий пункт. Никогда не думай, что в глазах окружающих ты олень. Это отсылка к видео вот этому. Не знаю, в каком-то из углов появится сейчас это видео. Где я говорил про то, что тебе стоит забить на мнение окружающих и действовать так, как ты считаешь нужным. Действительно, это очень важно. И посмотрите это видео, потому что оно вам очень поможет к приходу к этому пункту. Опять-таки, как я пришел к этому пункту, я всегда жалею, когда я что-то хотел сделать, но не сделал по причине. Дальше, то есть мы пришли к тому, что я что-то не сделал. По какой причине? Мнение окружающих. Я подумал, что про меня будут думать, что я идиот, олень, просто баран или что-то такое. С этих пор я совершенно перестал думать о мнении окружающих обо мне. Это мне стало очень помогать. Допустим, в последнем видео я выпустил вот этот вот клип. Казалось бы, идиотский клип. Я согласен полностью. Песня дебильная полностью. Не думайте, что я шизи, который думает, что это шедевр. Но я хотел это сделать. Я это сделал. И мне насрать. Куча людей мне говорили, что я полный идиот. Но мне на душе приятно, что то, что я захотел сделать, я сделал. И меня не сломило никакое мнение окружающих. Понимаете? И как с этим бороться? Эта информация есть в этом ролике, да? И непосредственно это опять-таки то, что вам очень поможет на вашем жизненном пути. Не сбиться и не уйти в сторону. То есть вы хотите идти к своей цели. И вдруг вы понимаете, что окружающие будут думать, что вы олень. Так вот, не думайте, что думают окружающие. Действуйте так, как вы считаете нужным. Четвертый, уже супер важный пункт. Мы подходим к самым важным пунктам. Это четвертый и пятый. Поэтому сейчас обязательно повышайте громкость и слушайте. Четвертый пункт. Сила привычки. Друзья, вашу жизнь формируют привычки. Ваша жизнь состоит из привычек. Есть у вас привычка ходить в зал. Есть у вас привычка изучать язык. Есть у вас привычка учиться и повышать свой ментальный уровень. Есть у вас привычка читать и просто уходить в сознание. Ваша жизнь это привычка. И эту привычку нарабатываете именно вы. Не думайте, что привычка это плохо, потому что это происходит по механизму. И вы не управляете этим. Нет. Как раз таки вы управляете своей привычкой. Как раз таки вы король своей привычки. и вы диктуете своей привычке, какая она должна быть. Это привычка курить, бухать и долбить, или же это привычка читать, заниматься, улучшаться и развиваться. То есть вы властелин своей привычки. И задумайтесь, какие привычки вы хотите внедрить в свою жизнь. Потому что непосредственно то, как вы наполните свою жизнь привычками, будет зависеть качество вашей жизни и уровень вашей жизни непосредственно. Пятый, самый важный пункт, по моему мнению, это тот базис, к которому я пришел буквально в последние полгода. Я осознал это, и я считаю, что это вообще основа всего, что я говорил сегодня. И вообще такая, возможно, основа жизни, на чем крепится жизнь реально сильного и уверенного в себе человека. Счастливого по жизни, самое важное. Пятый пункт звучит так. Начни мыслить позитивно, несмотря ни на что, и несмотря ни на кого. Очень важно, что счастье – это непосредственно отражение вашего мышления. Только вы можете построить себе счастье. И я считаю, что в основе этого лежит ваше мышление, как вы смотрите на свою жизнь непосредственно. Вы можете быть пессимистом, вы можете быть реалистом, который на самом деле ни хера не реалист, а пессимист, который считает, что просто, ну ладно, я не буду называть себя пессимистом, я буду говорить, что я реалист, хотя это полный бред, это вахханалия, не существует реалиста. Все реалисты – просто пессимисты, которые обманывают себя. Так что отнесите себя к одному из двух лагерей, пессимисты или оптимисты. Но знайте, что пессимисты будут всегда недовольны своей жизнью. Они будут всегда ныть, они будут всегда жаловаться на жизнь, они никогда не будут счастливы. И они всегда будут страдать от жизни, не получать от нее удовольствия. Оптимисты же в любой ситуации будут находить плюсы. Будут находить плюсы в любом человеке. Будут всегда счастливы, независимо от их морального состояния, от их физического состояния и от их материального состояния. Вне зависимости, они всегда будут счастливы. И такие люди, они с низов начинают быть счастливыми. И, допустим, приобретают деньги, приобретают власть, приобретают знания. Но они на том же уровне счастья, как и были в начале своего пути. Так что, друзья, подумайте, пессимист вы или оптимист. И знайте, что это не приговор. Если вы считаете, что вы, ну, вы так посидели и осознали, что действительно, скорее я отношу себя к лагерю пессимистов. Но я очень хочу прийти в другой лагерь. Знайте, что это можно сделать самостоятельно. И я это сделал самостоятельно. В детстве я был жестким пессимистом. Ну, конечно, я назывался реалистом. Но потом я понял, что, во-первых, это убьет мою жизнь. Во-вторых, я не хочу так жить. Я не хочу все время жаловаться на жизнь и чувствовать, что... Что жизнь меня ебет. Я не хочу этого. Поэтому я перешел в другой лагерь. Я перешел в лагерь оптимистов. И, друзья, это просто грандиозное изменение. И вам необходимо их попробовать. Всем спасибо. С вами был Ник. Обязательно пишите комментарии под этим видео, что вы думаете по поводу этих пяти пунктов. И напишите свой один пункт, который вы считаете самым главным для подростков. Всем спасибо. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...